Всем привет, привет, привет! Сегодня я хочу рассказать о той посылочке, которая пришла мне из магазина Scrapbooking и товара для рукоделия. И мне было приятно, конечно, в этот раз особенно было сходить в магазин, потому что я принимала участие там в одном совместном проекте с одним мастером, сделала фотоальбом в виде шестеренки. И части участников, владелица магазина, сделала такой подарок – это покупка товаров с 20% скидкой. И спасибо ей большое за внимание, за то, что она становится спонсором периодически разных интересных проектов. Ну а тут, тем более, данный проект шел именно через данный магазин. Кстати, вот этот магазин – один из первых, куда я обратилась, когда только начинала заниматься Scrapbooking, и там можно найти все. Вот все материалы можно найти, и они все классные, и хозяюшка очень быстро все высылает, и никогда никаких проблем. В этот раз, помимо того, что я заказала какую-то бумагу, мне Алла положила и в подарок кое-какие материалы. Я хочу ей сказать спасибо большое, потому что я никогда бы не догадалась подобное себе заказать. Это вот эмалевые стикеры такие кофейного цвета и черного, квадратики, треугольники, такие многоугольники. И еще от Крафт Премьера сердечки, звездочки, кругляшки. Тоже тут черный, молочный получается, коралловый, розовый и такой цвета морской волны. Очень красивые стикеры. А еще мне Алла положила вырубку из картона от Крафт Премьера. Спасибо ей большое. Я обязательно ее опробую, потому что было бы действительно интересно для себя открыть какие-то новые материалы. А хозяюшки таких магазинов, они видят многое. И они предлагают какие-то вещи, на которые ты не обращаешь внимания. А вот благодаря им можно обратить внимание на них. Далее Алла мне прислала вот такие две термонаклейки для декорирования текстильных изделий. Вот такой замечательный зайка. Это компания. Сейчас я вам скажу. Так, нет, не написано. Это китайская. Симолэнд. Это от Симолэнда. Да. Вот, Алла, все получила. Буду пробовать. Спасибо огромное. Вообще так здорово, так приятно. Невероятно приятно. Ну и, что я заказывала в магазине у Аллы. Я заказывала материалы для своего фотоальбома. Сейчас я его покажу. Я сейчас делаю такой фотоальбом о своей жизни и так далее. Он весь сделан в таких нежно-сиреневых тонах. Вот если посмотреть с минимумом декора, с какими-то штампингами на страницах. Вот, и мне под это, к сожалению, не хватило там одной бумаги. Я сейчас расскажу, что это за бумага и так далее. Вот, в общем, вот такой альбом. Он еще просто не до конца доделан. Вот. Большой такой получится. Такой взгляд сквозь жизнь получается. Вот, и для этого альбома у меня заканчивалась бумага. Я заказала еще раз набор бумаги «Цветочная вуаль» от Scrapmania. Я хочу сказать, что это очень-очень классная, очень нежная бумага, что находится в наборе из 12 листов. Сейчас я вам покажу сразу быстренько. Набор состоит из 12 листов. На самом деле она, в принципе, для свадьбы предназначена, но она прекрасно подходит. Это и вот для таких альбомов. Итак, здесь есть карточки. С обратной стороны вот такой нежный узор. Вот бумага для высечки, бумага с высечками. А с обратной стороны вот такие прекрасные цветы. Прям вообще хочет заказывать сразу два таких листа. Посмотрите, как изящно смотрится. Как будто вот раньше клеили два вида обоев. Обои в полоску и такие вот с штампингом. Такие с обратной стороны просто горох. Здесь такие очень ненавязчивые цветы. Настолько ненавязчивые, очень нежные. Вот, а с обратной стороны активный узор. Очень классно он будет сочетаться. Либо вот так, либо вот так. Посмотрите, вот, ну, замечательно сочетается. Очень-очень продуманные принты всегда у скрафмали. Очень продуманные коллекции. Действительно, магазин такой классный. Так, снова с цветами. С обратной стороны полоска. Вот здесь тоже цветы. Вы увидите, они очень ненавязчивые. Они очень аккуратные. Их можно также вырезать и дополнительно использовать в качестве декора. Здесь такой очень активный оборот с цветами. Но при этом он выполнен в достаточно нежных тонах. Здесь я прям вот брала такие бабочки. Использовала очень здорово. Продуманно прям очень классно. Такая подсказка, как можно оформить страничку альбома. А с обратной стороны вот такой принт. Так, здесь у нас тоже цветы. Так, а с обратной стороны вот такой принт. Везде внизу на страничках есть разные. Там, с днем рождения, поздравляю с юбилеем, с днем свадьбы. То есть, данная бумага, она такая предназначена для разных праздников. Так, вот еще рассветная дымка. Каждый, естественно, обозначен какими-то интересными названиями. С обратной стороны вот такие фиолетовые доски. Здесь тоже вот такое спускается. Цветы, как будто вот они где-то растут на балконе и обрамляют потом окно. Вот с обратной стороны вот такие очень нежные цветы. Здесь у нас тоже как бы доски проглядывают. Но сверху тоже природа берет свою. Здесь горох. Здесь у нас вот такие листья. Почему я их не использовала? Потому что с обратной стороны вот такие классные цветы. Реально классно, очень воздушно смотрятся. Если под них еще подложить кружево, ну, просто нет слов. Вот. Так, это для моего альбома я забираю. И что я еще в догонку для своего альбома сделаю. Посмотрите, вот такой вот я взяла лист. Это «Скроподилий. Самый лучший день». Мне кажется, очень здорово. Прям вот очень здорово подходит. Вот. И взяла два сразу листа. Так. Также я взяла вот такую. Это у нас коллекция. Так. «Дримлайт Студио». «All we need is love». Так. Да. Вот такие классные цветы. Мне прямо они очень понравились. И мне показалось, что они здорово подойдут, если что, под мой альбом. Хотя я практически нахожусь в финале. Дальше я не смогла пройти мимо вот таких вырезалок. Это «Саммер Студио». Лист «Fallin' Ливз». Падающие листья. А с обратной стороны вот такой очень ненавязчивый, такой абсолютно такой чайный принц, который проглядывает какие-то узоры, как будто на стене, может быть, вот такой старинный вилл какая-то. Вот эту бумагу я брала уже для следующего проекта. Это «Арт Хобби». Коллекция «Хочу в поход. Лис в тишине». Я буду делать альбом о деревенской жизни. Вот. И как раз вот это будет иллюстрация к речке, которая течет в той деревне, о которой я буду рассказывать. Ну, вот здесь просто дерево. Это тоже. Это тоже. Это у нас «Пока Дот». Текстур. Коллекция «Текстура». Оп. Извините. Толкнула. Но она также прекрасно мне подойдет для моего такого сельского фотоальбома. Что здесь? Вот такой зеленый лист. Мне тоже показалось, он будет выглядеть очень здорово. Очень выразительно в альбоме про деревенскую жизнь. С обратной стороны, посмотрите, какая красота. Это у нас «Арт Узор». «Арт Узор». Что за коллекция? Вот я как-то не вижу. Не вижу, что за коллекция. Извините. Не могу подсказать. Вот классно смотрится. Вот эти листья, конечно. Прям очень здорово. Так, здесь что мне понравилось. Здесь я тоже себе взяла старый сад. Это у нас «Мистер Пейнтер». Да, вот такая вот прекрасная бумага. Так, это у нас лист для вырезания листья. Тоже очень классный. И вот от «Скроподили» еще один сиреневый цветок. Сиреневый листок. Беру себе его сразу в работу над альбомом. Ну, а сейчас я, конечно, не... А, что я еще взяла? Я взяла вот такие сухая краска для того, чтобы использовать ее потом при оформлении различных альбомов. А сейчас я работаю. Хочу показать вам... Участвую в проекте «Чисто и просто». И делаю вот такой вот альбом в виде книжечки. Вот. И вот в данный момент буду приступать, конечно, к оформлению остальных разворотов. Потому что я здесь не все успела сделать. Вот. Хочу за сегодня попробовать закончить. Надеюсь, у меня получится. Вот здесь уже какие-то наброски есть. В общем, я... Наполовину у меня альбом готов. Вот. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам было интересно, полезно. И, может быть, кому-то мой обзор по поводу бумаги, он поможет определиться в будущем при покупке коллекции в определенной цветовой гамме. Ну, всем пока-пока.